Российский фондовый рынок в последние дни смотрится достаточно уверенно. На фоне взлета котировок нефти после заседания ОПЕК индекс МВБ уже несколько раз обновил абсолютные максимумы, превысил 2100 пунктов и сейчас максимум находится на уровне 2170 пунктов. Многие бумаги также обновили свои абсолютные хаи, это и Сбербанк сделал, и Роснефть, Башнефть, Татнефть, Аэрофлот, Новотек. Можно перечислять дальше. В целом отмечаем, что российский фондовый рынок в этом году смотрится уверенно. И вот вчера уверенно показал уверенную динамику Газпром. Как мы помним, традиционно Газпром растет последним. Вот вчера эти бумаги выросли на 2,7%. Поводом можно считать данные по экспорту Газпрома в дальние зарубежья. За 11 месяцев этот показатель вырос на 11%. То есть мы видим, что бизнес Газпрома демонстрирует рост уверенный. И в принципе есть еще несколько драйверов, которые могут помочь Газпрому выйти на новые уровни. Прежде всего отметим, что в следующем году дивиденд Газпрома может быть солидно увеличен. Если Газпром последует директиве правительства направлять 50% прибыли на выплаты дивидендов, в этом случае дивиденд Газпрома может составить порядка 18 рублей. При текущих котировках это 12% доходность. Такая бумага, безусловно, будет интересна инвесторам. Ну и отметим, что президентство Трампа в перспективе может снизить внешнеполитическое давление на Россию. И для Газпрома это шанс улучшить свои отношения в Европе и также с Китаем. То есть Газпром может более интенсивно реализовывать свои проекты. На наш взгляд акции Газпрома сохраняют потенциал роста. Ведь напомним, исторический максимум Газпрома в 2008 году составлял 360 рублей. А сейчас эта бумага стоит всего 152 рубля. То есть в то время как все у нас практически голубые фишки с 2008 года выросли в разы. И Роснефть, и Сбербанк, и МТС, и Северсталь. То есть практически все бумаги. Газпром сейчас в два раза дешевле, чем он стоил в 2008 году. На наш взгляд в следующем году эта бумага может показать 10-20%. И может стать идеей года в 2017 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова